Воскресенье Едем на охоту Ужасный зверь пересек нам дорогу Ну вот я не вижу ничего Хорошо что собачки наши в заперти Очень прикольный зверь Как хвост поднимет, как даст дусту Потом будешь вонять Не знаю сколько Скунс по-русски наверное Здесь сканг называется Ну не сладкое Поэтому по насту Особо больших врагов у него нет В природе кроме Автомобилей Те их часто сбивает И потом такой запах стоит на все округе Долго Загулялся однако А тепло вешать, тепло стало Да, наверное Проснулся Ну ладно Сканг Только нас не трогай Ну Между прочим бежит туда куда и нам нужно В тот же лес Ну да где раскрыться на дыму Ну а в чем отличие охотника От не охотника В том что те ребята Которых я беру с собой Они сразу хватают ружье И давай 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 И убьем Я охренею себя спрошу А зачем? Ну зачем тебе это надо? Особенно летом знаешь Ну Может у него там маленький где-то бежит мать кормить Детенышей Угу Ну ладно Получается что мы одни такие хорошие Все козлы Короче А мы едем на охоту Вот в этот лес Вот здесь справа В этот лес поедем Сегодня однако Приехали на охоту Уже замучились дома совсем Холодно так было Долго Потом все наши машины Так стало тепло Поехали на охоту Охотимся короче на лесной зверь Как называется зверь То что не знаем Так похоже Это кошки короче Бегает такой По спеке бегает Везде бегает Чужой Тоже не знаем Один раз пробовали кушали Кустный очень зараза Пойдем сейчас их угонять Стрелять Короче Охотимся по-настоящему Есть у нас ружбайки Короче вот такой Сюда надо что-нибудь пихать Видишь что-то открытое Еще ничего нет Короче много собаки мы взяли Всякие разные Сами не догоним Собаки может догонить Правильно? Сейчас вот так Порты Смотри Собаки Ученые не выходят Видишь вот это не ученые Молодец Все Пойдем Короче Гоним вверх Название потом вспомним Как называется Это зверь Короче Пожелайте нам удачи Удачи Возле веса тяжело Снег глубокий Возвращая нас Так, следы есть, о-о-о, ты знаешь, след есть? Надо заряжаться, вот видите, когда морозы были, он здесь держался, сейчас хрена узнать, дай им по шарсе. Давай, давай, по шарсе, я, 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 гуд, check it out, check it out, check it out, check it out. Ну, такое место, где зайчишка. Ну? А, тут везде зайчик ходил, а? Ой-ой-ой, надо хорошо проверять, он если пойдет по этому насту. Оля, вон туда, ага, сейчас. Тут и лосиный след. Я не знаю, там дальше зайц есть, но здесь все выбито. Смотри. Лоси лежал. Оля, ты по следу, да, по этой тропе? Лежал лоси. О, здесь тоже тропка. Так, ну, ага, пошарься там, если что увидишь, крикнешь, да? А я здесь пойду, здесь тоже тропка. Ман, о, ман. Все лосями выбито, смотрите. Одна лёшка, вторая, третья. Три лёшки. Неужели семья? Все избито, все избито, а? Давай-давай, дай мы ищи. Ух ты, блин, свежий след цел. Гоу-гоу. Давай. Оля. Ага, ты вот так по этому краю болота. Да, он пошел по свежему следу, по-моему. Ман, о, ман, здесь все выбито, Оля. Как они здесь жировали, а? Да. Видишь, да? Да. Ну, не все в зайцах, но это, когда морозы были, может. Слушай, я обойду справа, чтобы не обошел нас, а? Потихоньку работаем это место, Оля, потихоньку. Я боюсь, что он кругом так пройдет. А что ты там пришел? Так. Продолжение следует... 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 Какая, не скажем, правда? Ага, лапу перебил, видишь? Какая дробь у нас динамит, ты знаешь? Кто не знает, хрен угадает. А мы не скажем, нафиг. А то все начнут зайцев крошить. Правда? Не скажем, и все тут нафиг. А то бывает, скажешь людям правду. Но они еще носом кривят. Не, не может быть. Да, ну нафиг. Нет, так нет. Значит, не может быть. Классно, он здесь отсиживался динамит. Классно, он здесь. Конечно, не зря мы ходили столько. Мы его загнали опять сюда, в это болото. И он хотел отсидеться. Он думал, что у дяди Вовы и дяди динамита можно отсидеться. Представляешь? Есть еще такие зайцы на свете, которые вот так вот думают. Так. Смотри, что мы сделаем динамит. Мы его сейчас подвесим здесь, чтобы мы его могли хорошо найти. Легко. Так. И очень важно, чтобы он не упал. Они любят делать это. Поэтому мы найдем рогатуленьку покрепче. Вот такой. Все. Лакпар. Фух. Дай им это в сторону, мы потом. Все вместе. Фух. 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 Вот так вот у нас зайцы на кустах растут. Однажды, когда я приехал в Канаду, только еще первые годы на восточном побережье, скажем так, в Новоскорше охотился. Тоже всегда там подводили всякие. Никогда не найдешь напарника. Тетя Оля со мной еще не охотилась тогда. Я сам ездил. Вот только посмотрели, что куда. А вот раз, так это, на дерево, на куст. Потом опять похожу, похожу, еще одно выхожу, опять к просеке там, типа такое тоже было. Раз, опять. Потом под конец дня, когда вышел, это же смешно самому стало. Везде зайцы вот так висят, штук пять или шесть. Я тогда... У меня где-то в блоге даже есть. Фотографии, наверное, не было, но записи были. Ай, как работают. Вот когда он так это хвостом делает, свежий след. Фух. Все, там, пошли дальше. Я весь мокрый, блин. Надо не остывать, двигаться. И включили опять. Началась новая точка отсчета. Так, в прошлый раз здесь, в этом углу у нас, один отсиживался, а? Как бы ему не дать-то уйти, если он здесь опять есть. Потому что мы тут участок леса хорошо поработали. И могли вытеснить сюда кое-кого. Хрен знает, сколько здесь, конечно, всех выбивать не хочется. поставим на развод. Да, он часто мелькнется и хрен увидишь, белый же. Динамит. Где ты шаришься? Там я должен шариться. Ну, выгоняй. Оля, ты где? Подай голос. Давай, двигайся на восток, Оля. Мы уже впереди тебя. Зря пришла, однако. Она была ждать. Я же сказал, мы на тебя загоняем. Окей, бегу. Мы сейчас пойдем в восток возьмем, потом правее пойдем так полукругом и на запад, и назад. Пойдем, пойдем, Оля. Шумовой здесь редко будет сидеть. Вот в таких местах прячутся те, которые кормились всю ночь и потом жировали, короче. потом легли на лёжку. Вот таких здесь можно поднять. А шумовой он все равно где-то в более-менее чистом. Ну, хотя он может прибежать сюда тоже. Вот здесь непонятное такое. Не сильно густый, не сильно редко. Кругом, кругом просто. Они в морозы энергию консервировали. Сейчас пойдем вперед, Оля, там пройдем, да, так, полукругом. Прямо левее можешь брать. Выгнали, Оля, мы одного. Выгнали. Ну, мы же здесь все с динамином прошли, пока ты за пейсером ходила. Все, все, все так везде это. И потом под конец к тому болотцу опять. И там давай ходите, он из-под ног. Прибежал, то есть, туда, знаешь, отсюда. Думал отсидеться там. Вот динамин чует, ишь, свежий что-то. Ну, не знаю. Два раза стреляли. Потом пошли туда, куда убежал. Потом смотрим, лежит на тропке. Дрыгает лапками. Ну, что, пейсер остановился, когда ты подъехала? Ну, мудак, а? Я не думаю, что он вообще боялся, но... Ну, испугался, ну, а потом, ну, что, ну, а потом-то... Когда зовут уже, и все, что... Просто какой-то... Себе на уме. Пойдем мы. Зови собаку. Не знаю. По-моему, там еще один. Он был. Но собака ему отрезала дорогу. Я бы все равно не стал стрелять. Хватит. Хватит, хватит. Ладушки. Сидит? Потому что я тоже видел там что-то беленькое. А что ошибка? Показалась? Показалась. Такие тропы глубокие, знаешь, они не увидишь. Такие тропы глубокие. Оля, сюда так дальше пойдем. Мне тоже показалось, что после того, как я этого стрельнул, что там еще что-то было. Даже не знаю. А так по кругу немножко и по дорожке пойдем, да? Посмотри, какие красивые узоры тут. Круги видишь? Нет, инопланетяне прилетали, круги сделали и улетели. Видишь? Что динамит? Чуешь инопланетян? О, у тебя там большой круг, ага. Большой, красивый круг. Не скажу. Отсюда выскочил, выгнали, все правильно сделали. Здесь он был. Вот который назад пошел. Только динамит прошел, он сразу за ним метров пять. Грамотный такой, блин. Динамит туда пошел, потом это. А заяц сюда рванул и потом пошел сюда. Ну, знаешь же, это уголок куда? Мы только сюда вот по этими вот, под приключением этих кустов назад рвать в лес. Давай так кружок дадим. Там тоже пару таких болот есть. И к машине, да? Да, жалко, после этой стрельбы все лоси разбежались, наверное. Было бы неплохо посмотреть. Рогач, наверное, есть. Так деревья ободрал. Еще бы один был, ребята. Сейчас бы был еще один. Смотри, сейчас побежит. Там где-то тоже есть, но я туда боюсь отвлекаться. А он там точно. О, сидит. Кто видит? Сидит. Ну-ка, динамит, угони его. Прикольно, куда он пойдет сейчас? Выгнали мы его, видите? Ага, встал, встал. На задние лапки слушает. Сел. Сейчас рванет. А, назад, назад, назад. Не, не. А, пошел. А, пошел, пошел, пошел. Вон пошел. Ах, динамит за ним пошел теперь. Ох, все-таки чересчур мы уже старые волки. Динамит. Да и все правильно делали. Шли, шли, шли этим фронтом. И выгнали. О, динамит там воюет. Вон она там уже опять кролеса. Здесь еще один бегал. Ман, амман, сколько здесь зверья. Ага, смотрите. Ну хорошо, на раз вот оставили. А? Ну да. Два. Да. Одного. Два. Четыре. Офигеть. То-то динамит относится как угорелый. Видишь, его хорошо за гонщиком работает, да? Подожди, подожди, ничего не слышно буду. Фух. Ой, бляха, муха. Снег пока не... Дай им! Что-то вякнул, по-моему, даже. Я уже пугался, думаю, в петлю попадет какой-нибудь. Фух. Так, вот это вот чудесное просико, где зайца на дереве повесил. Теперь рассказывайте тебе, Оля. Громко, отчетливо, внятно, докладывай. Итак, как только мы с тобой разошлись, я пошла. Шагов десять прошла, смотрю далеко, впереди метнул один. Ага. И я думала, окей, мы настреляем. Идем дальше. Поближе. Еще один летнул. Через просико? Через просико прошел. Вот от меня слева и уход сюда в лес справа, да? Да, да. А вот опять еще один прошел. Я еще не дошла до твоего зайцева. Не дошла еще. И вот потом еще один прошел. Так потихонечку. Четвертый, да? Совсем близко ко мне. Ага. Ну, надо было что-нибудь достать из кармана, бросить. Ах, надо было. Шучу. Хорошо, я только рад. Видишь, оставили на развод, значит. А то я думал, всех перебьем. Ага. Нет, мы там хорошо с динамитом поработали. Знаешь, так прошли по всем этим. Ага. Один впереди так рисовался, рисовался, все это выделывался. Я говорю, нет, парень, не будем тебя стрелять. Тезка дедушки Ленина, говорю, сегодня на охоте. Динамит тоже так не очень возражал. Ага. Вот тебе три штуки, да? Хорошо. Значит, зайцы есть. Еще это не всех мы, наверное, видели, да? А, наверное. Видишь, хорошо, что мы в прошлом году здесь не убивали ни одного. Ага. Просто такой день попал. Или сильно холодный был, мы с вами сидели. Или мы... Не знаю. Он не... Так, ну ладно. Убегаемся к машине, да? Ну, давай, зайцев. Лучи что? Нет, ну, нести, помогу. Да я ничего могу. Ну, как ничего. Любишь фитнес? Любим. Я все равно стрелять больше не буду. Давай. Постреляли и хватит. Вот так вот уживаются лосики и зайчики. И койоты. Мы там норы нашли с динамитом. Ага. Большой лес все равно, елки-палки. Я тут постоянно теряю ориентир. Эти норы я находил как-то пару лет назад, но я был уверен, они были в другом месте. Сейчас бы попросили бы, не нашел бы. Классно они бегают. Ну, видишь, так это... Несколько раз походить и начинаешь понимать их повадки. Ну, среди чистых деревьев они не очень. Если уж там это... Шеренга солдат их выгонит. Бывало у нас такое, но они это... Быстро бегут. На таком открытом пространстве. А вот эта желтая травка, эти кусты и все. Это их прикрытие. Ну, а ночью... Много ходят там, где бурелом вот этот. Там они ходят за домом? Да, но там у них дом. Ну, вот смотри, вот здесь, видишь? Даже здесь, да? А вот там, где бурелом... Когда морозы, они там и держатся под этими деревьями. Они-то копать сильно норы не могут, а так вот... Снег поваленные деревья усыпет. И там уже как готовая оберлога. И вот они там этими путями и шныряют туда-сюда. Потому что голод великий стоит зимой. Сорока хочет и ворон хочет. И койот хочет кушать. И сова. А им надо прятаться. Вот такие, видишь, везде следы, видишь? Вон, целая тропа. Натуральная тропа. Потому что вот он сразу раз под этих кушеве. И его никто не обидит. Какого? О, о, вон идет, вон идет. Вон идет, вон идет. Вон идет, впереди. Впереди пошел. Ага. Вон, вон он. Мелькнул опять. Вон, вон он еще мелькает. Далеко. Очень далеко. Вон, вон. Да нет. Вон он. Вон вон идет. Вон ух. Ну, хорошо мы их подняли. Это все эти шумовые. очень большой двуногий самый страшный звезд какая красота следы зайчи редко их такими увидишь такой форме ветер все снял остался твердый наст так вы уже будете спрашивать какие патроны для вода к бля и оторвал стиле давал чтобы не купила короче для стрельбы по тарелочкам и по мелочам по голубям по перепелам дробь номер семь или восемь я беру до повторять не буду зачем то враги услышать и тоже будет использовать такую дробь и у них начнут зайцы падать потому что я уже трепался на эту тему долго как крупные дробины ударяются в тушку оставляют синяки шерсть наматывает на себя а мелкие как иголочка пронизывают их много очень много поэтому иногда думаешь даже промахнулся все оно падает зайчики потом правда все так и чё зайца на хранение пейсеру оставила молодец так закрываем так ну чё товарищи собаки товарищ динамит благодарю за службу все отлично 3 зайца дома 4 тетя оля видела а сколько еще не видела пейсер спасибо за то что обосрал нам охоту еще раз были на я тебя застрелю нафиг понял по домам ой сказка ой какой денек у меня потом еще какой-то люблю я в кармане один патрон оставлять для сэба знаешь если вот враги окружат а деваться некуда хоть один был смотри какая прелесть а аж не хочет